привет мои друзья был небольшой перерыв но сейчас мы можем говорить о том что все становится на свои места и сегодня я хочу ответить своему подписчику который задал мне вопрос который задают постоянно ежедневно по поводу что жизнь несправедлива болезни онкология все рушится всеми распадаются все становится ужасно кто-то заболел не может работать не может зарабатывать деньги а тут еще и близится переход в другой мир и почему вот так вот все несправедливо то есть все хотят справедливости мне всегда нравилась справедливость это как говорили классики это как девка все ее хотят но никто не хочет на ней жениться вот но каждый хочет справедливости от кого-то но не хочет сам быть справедливым так вот я хочу ответить алексею вот что смотрите как мы живем ну во первых грешим все это знают да ну кто-то обращает внимание на свою суть на свое божественное внутри кто-то читает священные тексты кто-то думает о переходе нет никто не думает правильно да все думают о блуде все думают о деньгах все думают о карьере а квартире о машине профессор берет взятки иногда там смотрит каким-то этим мутным глазом на студенток правильно да может рассчитаться чем-то другим кто-то унижается перед начальником а кто-то унижает а кто-то вообще смотрит на соседку как как-то непонятно да а кто-то думает о том как бы дом построить ну а кто-то думает как город построить а еще кто-то думает о том как яхту купить еще кто-то думает о боге никто не думает но в редкие случаи там по каким-то религиозным праздниками или я иногда смотрю как какая-то личность пройдет мимо храма перекреститься и дальше идет что кто-то думает о боге нет никто не думает а потом когда случается как говорила массов круг моих интересов был безусловно очень большим а теперь он стал очень маленьким когда заболел вот когда человек заболевает он требует от бога справедливости бляха но это же смешно ну как же бог же это разумная сущность да это же какая-то действительно создатель как мы говорим как же можно требовать чего-то вы что-то ему что-то дали вы о нем думали вы питались правильно вы жили в монастыре да вы посвятили свою жизнь богу не хочу он должен к вам быть справедливым давайте вначале разберемся в самом себе давайте перейдем на правильный образ жизни давайте не будем думать так сказать о богатстве о мамоне потому как иисус правильно сказал легче верблюда протянуть через игольное ушко да чем богатому попасть в рай да не попадет и от еще наступит при жизни поэтому дорогой алексей прежде чем требовать от кого-то справедливости нужно подумать а ты справедливо к нему относился потому что если ты предположим перед дверью соседа постоянно гадил то как-то смешно было бы ждать от соседа что он будет тебя любить это то о чем я хотел вам сегодня рассказать